Итак, всем привет, с вами Борис. И это будет одна еще рубрика по сталкеру. Теперь это будет практическая часть игры. И сегодня мы поговорим об охоте на мутантов, чем лучше их убивать, и тактики, которые я в принципе выработал сам, и с радостью их расскажу вам. Давайте сначала поговорим, чем лучше убивать мутантов. Нам не подойдет, в принципе, ПМ, потому что он слишком маленькой мощности. Но самым идеальным оружием окажется дробовик, в моем случае это отбойник. И сегодня, пожалуй, мы поохотимся на кровососа. Контролера. Может, повезет Бюро. Ну, а как с Химерой, это уже... Не знаю. Ну что ж, сейчас мы сходим, поищем кровососа, и тогда встретимся. Итак, ребят, я заметил одноудирского обсоса, он там вот ходит. Итак, давайте поговорим о тактике, как его надо убивать. Вы, думаю, знаете, что он заходит к вам за спину. Итак, надо стараться идти назад и одновременно смотреть по сторонам. Где же он будет? Сейчас я вам покажу. Охотим. Всё на практике. Извините, если видео умагает. Бандикам не самое лучшее средство для записи. А фрапс у меня не идёт почему-то. Так, сейчас отвиснет. Так, мы нарвались. А я плохо делаю. Итак, идёте назад и смотрите эту помощь. Вот он. Итак, мы его раним. Ребят, из-за лагов мне сложно попасть. Не говорите мне потом, я ну, я не умею охотиться. Что ты тупо стреляешь? Сейчас наги тут сильные. Я реально не могу попасть. Итак. Мы убили Апсоса. Как видите, он фактически не нанёс никакого вреда. Я не использовал ни одной аптечки. И даже костюмчик целый. Ну, и под конец. I told you back. Итак. Сейчас мы теперь попробуем поискать контролёра. Как я его найду, встретимся. Хай, ребят. Я нашёл, где может прятаться контролёр. И давайте сначала поговорим, что же это за смолочь такая. Значит, он представляет из себя какого-то голого чучмяка, где-то одни джинсы. Его опасность в том, что он использует той собственный мозг против тебя же самого. Пытается тебя взять под контроль. Значит, чем лучше всего его убивать? Как я и говорил ранее, это дробовик и нож. Особенность контролёра такова, что он пытается выбить оружие из рук. Он может выбить отбойник на близком расстоянии. Нож не выбит, поэтому нож идеальное оружие. Но и для этого приготовьте аптечки. Да, и... К нему нельзя держаться слишком близко. Потому что он может постоянно вас бить. Слишком далеко тоже не вариант. Будет всё время вам эти черепушки показывать. И пшикать на вас. Так что советую с малого расстояния на ноже. Итак, давайте мы пойдём к этому чучмяку и поговорим с ним по-пацански. Чё, по-пацански со мной говорить не хочешь, а? Чучмяк ты засаный. Чё, поговорим лимонкой? Хавай. Хавай. А, блин, лаги. Итак, давайте выберем, как вынести на горе и забыем пиздить его. This is part! 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 It has grown! This is part! Отсук заебом. Итак, мы убили этого чучмяка, он со мной поговорил по-пацански. Так, всё кончилось. Он чё, не мог попасть? Странновато. Но ничего. Мы этого чучмяка убили. И как всегда, старая традиция. I'll be back. Ладно, бюро я не нашёл. Так как на окрестных петлях я того гада в тоннеле уже убил. А контролёра нашёл только здесь. Так что мы сегодня о бюро их вряд ли поговорим. Поэтому всё разобьётся на части. В следующем выпуске я вам скажу, как охотиться на полтергейстов и снорков. Ну что ж, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам помогло. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok